Субтитры сделал DimaTorzok Из какого вы отделения? Мне надо позвонить. Куда? В ООН? Телефон уже греется. Спасибо. Адвокат тебе не нужен? Нужен. Прапорщик? Я. Лучшего адвоката? Есть. Кино рассмотрелся? Хорошо. Сейчас тебе зачитаю твои права. Поступило заявление, что в этой квартире совершено особо опасное преступление. Групповое изнасилование. Статья 131 УК РСФСР. Лишение свободы до 10 лет. Мало! Я бы кастрировал. В данное время потерпевший дает показания, кто кроме тебя участвовал в группе УХИ, кто организатор. Ты все затеял, да? Почему именно я? Рожа у тебя подходящая. А если не ты, то кто? Тот? Длинный? Неужели вы думаете, что мы... Это тебе надо думать. И запомни, чистуха зачтется в суде. Все, старший лейтенант, составляй протокол в чистосередечное признание. Один изнасилов не сознался. Я не сознался. Все было по согласию. Товарищ капитан, посуда разбита. У одного морда поцарапана. И вот, ванной нашел. Это что? Это тоже по согласию? По согласию? Хватит, пиши протокол. Я не буду подписывать никакого протокола. Что? Я не буду подписывать никакого протокола. Старший лейтенант, вы слышали? Задержанный оказывает сопротивление. Вижу, товарищ капитан. Готов написать рапорт. Ты слышал? Теперь подпишешь? Нет. А вы за это получите. Ишь ты, какой злобный. Все равно получите за это. Ишь ты, какой свирепый. Псих какой-то. Да это тот самый маньяк, которого мы целый год ловим. Глянь в окно, лейтенант. Зачем? Полнолуние. Эти психи при полной луне выходят на охоту. Ты читал ориентировку на маньяка, который жрет отрезанные женские груди? Читал. Вот он. Перед тобой. Он ест отрезанные груди сырыми, а кровь течет у него по подбородку. Глянь на его подбородок. Он весь в кровище. И что вы ей не отрезали? Не отрезали? Да. Пиши протокол. Так. Один уже сознался, дал показания. Протокол подписал. А ты? А че я? Сознаешься? В чем? В изнасиловании. Слышь, капитан. Че-то я не понимаю, ты о чем говоришь? А-а-а! Зачем так, капитан? А как? Можно же договориться? Ха! Новые русские. Без договора нет разговора. Все покупается, все продается. Надежда и опора новой России, да? Почему бы и нет? Так, этот у них главарь. Организатор и главная сексуальная сила. Пиши, старшой. Я ни в чем сознаваться не буду. Я тебе такое устрою, сучонок. Ты не то что в этом сознаешься. Убийство принцессы Дианы на себя возьмешь, понял? Я ничего не подпишу. Не подпишешь? Не-а! И не надо. Степанов, ко мне! Этого прямо в изолятор. Есть. В камеру к уголовникам на сутки и рассказать им, что эта мразь сделала с ребенком. Знаешь, что там делают с такими, кто попадается на изнасиловании? Сначала придушивают полотенцем, чтобы не сопротивлялся, чтобы тело приобрело нужную мягкость и женственность. Потом задница у тебя, прямо скажем, бабья. Для уголовничков просто подарок. А наутро передадут другую камеру. Выменяют на пару бутылок водки. Че, ты серьезно? И главное, по закону. И по справедливости. Пойду. Посмотрю, как там твой дружок мучается на крючке у правосудия. Стойте. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Слушаю. Так же нельзя. Надо разобраться. А, ты решил заговорить. Хорошо. Сейчас запишем твои показания, сверим с показаниями остальных членов банды. Да какой банды, блин? Собрались пацаны и выпили не много. Девочку насиловали. Понимаете? Я задал вопрос. А ты, мразь поганая, сучий потрох, обязан на него отвечать или через полчаса будешь в камере. Я не отказываю. Я задал вопрос. Было? Ну, было. Все трое? Да. Кто первый? Понимаете? Повторяю вопрос. Кто первый? Ну, пацаны сказали, иди ты. И ты пошел. Пришлось. Эх, бедный. Как же ты страдал. Точно главарь. За паровоза пойдет. Сколько ты весишь? Чего? Повторяю, для особо одаренных. Твой вес в килограммах. Килограмм сто. Ясно. Центнер. Представляешь, что делал на ребенке этот вонючий центнер с яйцами. Она, между прочим, была уже. Вот паскуда. Это ты про Катю. Она на моих глазах выросла. Там простынь вся в крови. Я ее маленькую на руках нянчил. Это чья кровь? Ее? Я не гинеколог, капитан. Ты им станешь. Я тебе обещаю. Петух бройлерный. Пиши частуху.